В Ленинский районный суд Владимира направили второе уголовное дело в отношении экс-руководителя Владимирского ДСУ-3 Романа Головина. Его обвиняют в растрате. Ущерб нанесенной организации оценили в 2,7 миллиона рублей. По версии регионального следкома, Роман Головин решил одним днём уволить шестерых заместителей гендиректора компании. Причём без двухнедельной отработки и без возможности отозвать своё заявление. Цель увольнения, как считает обвинение, попытка сохранить своё рабочее место, в том числе во время уголовного преследования. Для этого Головин намеревался расторгнуть трудовые договоры с указанными к этим годам сотрудников посредством заключения с ними соглашений, содержащих в нарушении трудового кодекса положение о выплате одновременных пособий при увольнении, которые являлись двуматериальным стимулом для их подписания. Таким образом, мужчиной были уволены шестерых заместителей генерального директора ГУМ ДСУ-3, которым в числе прочих выплат начислены одновременные пособия по рассмотрению соглашения сторон о расторжении трудового договора. Сейчас Головину грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Свою вину мужчина отрицает. Отметим, что на бывшего дорожника первое дело завели в апреле 2021 года. По версии следствия, в ходе торгов на строительство Рыбинского проезда он за символическую плату попросил конкурентов не снижать стоимость своих работ. В итоге аукцион не состоялся, а контракт заключили с ДСУ-3. Тогда доход предприятия превысил 2 миллиарда рублей.